Даже приставы успели потерять Баира Жамбалова. Обвиняемый политик вновь опоздал. Новый рекорд почти на 20 минут. Адвокат объясняется, был занят на другом деле, вот и задержались. Последнего свидетеля в итоге так и не дождались. Допрашивали по видеосвязи. Мужчина почему-то не смог добраться из Улан-Удэ. Но важное сказал. Были удаляющиеся фары. Ну, я сделал вывод, что это, скорее всего, автомобиль, который сбил. Я погнался из этой машины, догнал его. Он остановился на обочине на аварийке. Он резко это сделал, как бы, и я вначале ему прилетел, остановился перед ним на обочине. Я когда хотел выйти из машины, меня не обогнали. Я опять сел за руль, поехал. В районе следующей деревни я уже, как бы, ну, никого не догнал. Либо я отстал, либо он куда-то ушел с трассы. Судя по показаниям, происходящее скорее напоминало попытку скрыться, чем желание найти помощь для умирающей девочки. И пускай свидетель не успел встретиться лицом к лицу с теми, кто был в Прадо. Но силуэт он рассмотрел. Тот, кто поменьше за рулем. На пассажирском тот, кто покрупнее был. Слева тот, кто поменьше. Тот, кто за рулем, явно, ну, что-то простая какая-то такая шапка. А у пассажира на пассажирском либо густая шевелюра, либо что-то крупная какая-то шапка. Напомним, Пилосян, по показаниям нескольких свидетелей, в тот день был в меховой кепке. И у бизнесмена, который брал всю вину изначально на себя, телосложение заметно крупнее, чем у Жамбалова. А главное, в день аварии кровь на алкоголь ни у кого из тех, кто был в Прадо, не взяли. Хотя, как известно, возвращались они с рыбалки. Абсурдали ли вы, сказали, знакомых в тот день по поводу рыбалки? Позже все это узнал. От знакомых, которые говорят, что, ну, там, на Катакеле веселая компания, лято-поляск, ну, алкоголь и все такое, крики, рев. Жамбалова видели ваши знакомые на унире Катакеле? Что они конкретно видели Жамбалова? Нет. Просто рассказали, что на Катакеле была пьянка и, возможно, с этой пьянки кто-то ехал. Фамилии знакомых можете сказать, кто вам сказал? Это не близкий друг какой-то, это просто знакомый. Почему следствие не допросило этого простого знакомого? Особенно учитывая, что говорил этот свидетель и на своем первом допросе. К нам попал этот протокол, где явно указано. Мужчина подписывается под своими показаниями. Из показаний свидетелей Виталия на предварительном следствии. Я разговаривал со своими знакомыми. Их данные я пока сообщать не желаю. Они 5 января 2020 года также отдыхали на озере Катакель. Видели Пелосяна и Жамбалова. Боюсь, что мои знакомые знакомы с этими людьми, которые бухали, орали там, катались на озере. Этот протокол есть и у прокурора, и у адвоката Бурчевских. Но никто не заявил об оглашении старых показаний. А потому вопросов только больше. Слегка расстроен, конечно. Но то хотел услышать, то, что читал в показаниях данного свидетеля. Достаточно ли обвинения привело доводов в вины Жамбалова по вашему мнению? Ну, я думаю, достаточно. Многие свидетели изменили свои показания, которые давали в ходе следствия и которые давали в суде. Я не думаю, что из-за времени. Просто некоторые близкие Жамбалова, некоторые там находились. Тоже заинтересованные лица получаются. Заседание должны были продолжить адвокаты Жамбалова. Но они попросили перенос. Хотя обещали, что обеспечат явку своих свидетелей. Я сейчас не могу. Кстати, Александр Трамаханов со следующей недели будет защищать интересы обвиняемых в другом громком деле – о сиротских домиках. А потому может реже являться на суд. Защита Жамбалова заявила несколько дополнительных свидетелей и настояла, что пока не допросит всех, документы зачитывать не будут. Уже назначены заседания на следующие две недели. Попыток ускорить процесс от Фемиды не видно. Сергей Смольнинов, Виктор Немая, в телекомпании «Аригус», Прибайкальский район.